Лактялев подорож бери с собою, чтобы розлады травления минули стороною. Где спрятан камень, который, как здесь верят, указывает время, когда наступит конец света. Считается, что если он коснется потолка, то это конец света. Сегодня мы отправляемся в самое мистическое место современности для суфиев. Это храм рядом с городом Карачи, в котором, как верят местные прихожане, исполняются любые желания. Если животное взяло твое угощение, будь уверен, все исполнится. Но кто и какой ценой исполняет просьбы людей, повергает в шок. Здесь есть представители практически всех религий. Здесь главная религия – это ислам, но есть и христиане, и индусы, и сикхи, и многие-многие другие религии. И храмы всех конфессий, или практически всех конфессий, здесь тоже есть. И мы сегодня собираемся в один из них. В него нельзя приходить без подношений, поэтому мы пришли на рынок за мясо. Нам нужна говядина. Ритуал подношения встречается в разных религиях и культурах. Привычно видеть, как на ударь перед святыней возлагаются цветы или фрукты. Но не животная плоть. В храме, в который мы отправляемся, пытаются задобрить не бога, а живых существ. Суфи утверждают, что если кровожадные твари примут дар верующего, то любое его желание будет исполнено. Мяса нам нужно очень много. Ассалам алейкум. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас какую цену говядина? 600 рупий. Учитывая, что для необычного подношения нам нужно очень много мяса, выходит, дороговато. О нет, 200 баксов нет. Мы столько не потянем. Здесь есть мясо с костями по 300 рупий. Мы сейчас возьмем килограммчиков 15, меньше нам не подходит. Зачем? Очень скоро вы узнаете. И узнаете об этом в храме. Итак, у меня копыта, желудок говяжьи. 15 килограммов говядины рубленой, две козьи головы. Дотащить теперь это все до машины. И отправляемся, друзья, на священную церемонию. Место, в которое мы едем, не имеет аналогов не только в стране, но и во всем мире. Это храм Мангхопир. И назван он в честь святого Мангхо. Этот человек в суфизме считается святым. Суфизм – это течение в исламе, которое отличается от классического ислама своими традициями. Ну вот, по крайней мере, в классическом исламе никто в мечеть с мясом вот так не ходит. Всех, кто тоже хочет попасть сюда, у входа встречают базарные прилавки и приветливые пакистанские продавцы. Ну а мы направляемся в святилище, чтобы увидеть то, что находится в сердце храма. И не просто удивляет, а шокирует. Смотрите, друзья, смотрите, что мы видим. Крокодилы. Гигантские крокодилы, болотные, огромные просто, кровожадные. И они находятся в храме. Здесь крокодил – священное животное. Ему поклоняются. Именно поэтому я принес столько мяса. Но прежде чем войти в чужой монастырь, как у нас говорят, зайти в храм, мы обязаны спросить разрешение у настоятеля. Этот человек, который следит за этим местом, следит за крокодилами, и мы сейчас с ним познакомимся и спросим разрешение. Это халифа Саджан, смотритель крокодилов в восьмом поколении. Его отец, дед, прадед и другие предки посвятили себя служению рептилиям. Именно этот отважный человек вот уже 40 лет ежедневно заботится о рептилиях, способных разорвать любого человека на части. Приветствую. Здравствуйте. Мое почтение. Вы тот самый настоятель легендарного храма? Да, меня зовут халифа Саджан. Меня зовут Дима, программа «Мир на изнанку», Украина, и мы слышали о вашем месте очень много, мы знаем, что второго такого в мире нет, поэтому просим прежде всего пустить в гости. Конечно, добро пожаловать. Я такого еще не видел. Крокодиловый храм, это, конечно, невероятно. Проходите, я вам все покажу и расскажу. Секундочку, а я вас хочу спросить. Заехал на мясной рынок, оцените, я все правильно купил? О нет, здесь же кости, ни в коем случае. Им можно только такое мясо. Только говядина без косточки. У вас балованные крокодилы, слушайте. Ну, я даже с косточкой ем, люблю поджарить, пообгладывать косточку. Еще бы. Эти крокодилы суфисты, как и мы. Поэтому они не нападают, не уничтожают и едят только чистое мясо, чистую говядину и сладости. Сладости? Какие конфеты, шоколадки, что? Да, они любят шоколадные конфеты. Им очень вкусно. Единственный знакомый всем нам крокодил, который любит сладкое, это сказочный крокодил Гена. Надеюсь, эти крокодилы такие же добрые. То есть мясо без косточек годится. Голову куда девать козлиную? Отдадим бедным на бульон. А вот копыта? Можно? Туда же. В храме есть специальная кухня, где мы готовим еду для бедных. То есть не только вам в храм люди приносят подношения, но и вы тоже, получается, делитесь с людьми? Конечно. Если нам приносят то, что не подходит крокодилам, мы кормим этим людей. Значит, копыта не годятся, копыта будут для людей, головы тоже для людей, а мясо мы берем крокодилам. Ну что, друзья, я захожу в святилище крокодилов. И это, конечно, честно говоря, страшно. Слушайте, а скажите мне, они не должны наброситься на меня? Потому что сеточка такая достаточно хлипкая. Смотрите, друзья, какая-то фантастика. Прикасается к нему. И я, зная о том, насколько крокодилы сильны, быстры и как быстро могут атаковать, честно говоря, даже опасаюсь за свою жизнь и жизнь Саши сейчас. Один бросок, один рывок, и нас просто разорвут в клочья. Я не понимаю, в чем секрет, почему он так с ними обращается и подходит так близко. Я объехал много стран, где есть дикие крокодилы, и это всегда машины убийства. Я в этом убеждался не раз. Да вот это пасть, посмотрите, какая пасть. Вот он, друзья, вот он как выкручивается. А, отлично! Я делал интервью с девушкой в Бразилии, которой крокодил откусил ногу. И никогда в жизни я так не подходил близко к крокодилу. Наши крокодилы суфисты, поэтому они безопасны. А так-то обычно, да, вы правы, крокодилы – это машины убийцы. Ежегодно крокодилы во всем мире убивают порядка тысячи людей. И хотя настоятель храма заверил меня, что я в безопасности, а местные животные священные и миролюбивы, зная печальную статистику, мне тревожно, а поверить в эти слова сложно. Но по традиции мира наизнанку я рискну это проверить. Подходи. Нет, 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 нет. Никогда не пересекай дикому животному дорогу. Вот его путь к спасению. Если я встану здесь, он на меня набросится. Не бойся. А что это со звуком? Челюсти. Мощность сжатия равна 80 лошадиным силам. Если рука, например, раз и… Нету. Да, схватит и будет крутить. Друзья, это стандартный рефлекс любого крокодила. Если он нападает на добычу, прежде всего начинает крутиться. Его задача – выворачивать конечности. Поэтому самый главный совет, если вы оказались, не дай бог, где-то в ситуации, когда вас схватил крокодил, что нужно сделать с ним прежде всего? Крокодила нужно обнять, чтобы он крутился вместе с вами. Потому что если вы не обнимете, он просто выкрутит с мясом конечность, выломает кости. Это очень важно. Я благодарю вас за то, что вы меня спасаете. Я без вас бы сюда не подошел. Конечно, без меня сюда нельзя. Во-первых, они меня уже знают. Во-вторых, я молюсь, и это нас защищает. Ведь сам по себе это очень опасный вид крокодилов. Ведь у них работает не только верхняя, как у большинства, но и нижняя челюсть. Проверь сам. Друзья, смертельный номер. Делать это не просто страшно, а очень, очень страшно. Скорость бега болотного крокодила 19 км в час, что равноценно скорости бега среднестатистического человека. То есть теоретически, даже если удается вырваться из лапы этой рептилии при нападении, высока вероятность, что скрыться от нее все равно не получится. Ничего не бойся. Моя вера поможет. Ни один из двухсот крокодилов нас не тронет благодаря Аллаху. Признаться честно, несмотря на все уважение к религии и невероятной вере этих людей, мне страшно. За один раз крокодил может съесть пищу, которая по весу равна моему телу. Посмотрим, насколько безопасными окажутся крокодилы-суфисты, увидев меня с куском мяса. Саджар, вы знаете, меня смущает вот этот вот. Он смотрит на меня так, и я понимаю, что у него есть пространство для броска. Еще бы! Это же самка. А среди крокодила в самке куда быстрее и опаснее самцов. Ну вообще это же болотный крокодил, это дикое животное. Ты прав, они очень опасны. Если схватят, уничтожат за секунду. Друзья, смертельный номер. Эй, дурачок. Схватил, но не съел. Смелость смотрителя поражает. Не каждый станет забирать еду даже у собаки, не говоря уже о гигантском крокодиле. Но похоже, рептилии этого храма действительно дружелюбнее своих собратьев. Друзья, вы такое видели где-нибудь? Смотрите, крокодилы. Сколько весит крокодил такой приблизительно? Килограммов 320, может 280. 280-320 килограммов. Гигант. И я подхожу к нему и говорю, съешь, пожалуйста. Съешь. Ну съешь. Ну съешь. Ну на. Ну съешь. О, шуй. Вау. На. Опа. И. Оп. Ну, зараза, что ж ты? Дело в том, что крокодилы тут священные. Их так раскормили, так накормили, что они просто уже не могут двигаться. Ну, у этой крокодилицы лежит в пасте мясо, и она не ест его. Только здесь, только в Пакистане. Они настолько сытые и довольные жизнью, что они не хотят ни на кого нападать, они не хотят охотиться. Они просто пытаются справиться с одной единственной задачей. Переварить бы ту пищу, которую им буквально насильно запихивают в рот. Съешь еще кусочек. Ну съешь. Ну съешь. Не хочет есть. Не хочет, говорит. Достали вы меня со своим мясом. Вы знаете, я работаю сейчас на внутренних ощущениях. Я, конечно, понимаю, что это с точки зрения безопасности глуповато, мягко говоря, вот так садиться. Но я вижу, как они реагируют, поэтому понимаю, что есть какой-то секрет, почему-то они не нападают. Или просто это какая-то единственная в мире порода крокодилов добрых, толстых, мягких и пушистых. У вас здесь бывали случаи, что на кого-то нападали из работников, на гостей? Вообще за всю историю храма, что кто-то, может быть, погибал? Нет, мы же сюда обычно никого не пускаем. Сделали исключение только для вас. И для Стива Ирвина. Он приезжал тут со своей техникой и очень хотел понять, почему наши крокодилы так любят сладости. Друзья, Стив Ирвин – это наш австралийский коллега, тележурналист, исследователь, путешественник, который всю свою жизнь посвятил животным. Был самым известным в мире журналистом, который очень близко коммуницировал с крокодилами. И действительно рисковал. Он погиб во время подготовок к съемкам, когда на него напал скат. И просто своим острым хвостом пробил его насквозь. Это была большая потеря для всей журналистики всей планеты. А у Стива Ирвина не было вопроса, почему они такие добрые? И почему они людей не трогают? Был. Но они совсем не добрые. Просто они суфисты. И мы с года в год относимся к ним как к священным. Хочешь отправить крокодила купаться, как это сделал Стив? Как Стив Ирвин я боюсь. Особенно глядя на вот этих красавчиков. Друзья, живой, здоровый крокодил. Попробую взять за хвост крокодила. И вы видите, ничего не происходит. Купаться. Ему купаться, а мне не бояться. Безумие. Полное безумие. Давай, 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 красавчик. Аккуратненько вот так вот. Тух, плюх, пошел. А еще благодаря крокодилам вода стала волшебная. Она исцеляет от всех болезней. А если так руки протирать вместо санитайзера вашей святой водой, коронавируса не будет? Какой санитайзер? Он ничего не дает в сравнении с этой священной водой. Раз это самый лучший санитайзер, я сейчас помою руки, и корона нам не страшна. Пожалуйста. Никогда не пытайтесь такое повторять, друзья. Я делаю это только для того, чтобы показать вам, что привык на время становиться жителем страны и верить людям. Я верю. И все, 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 уже предел. Правильно делаешь, что боишься. Нигде, никогда не повторяй это. Крокодилу достаточно секунды, чтобы убить человека. Хап, и все. И ох, как они там хулиганят. Что он делает? Что это он сейчас творит? А это у них брачные игры. А у вас в какой пропорции делятся самцы и самки? Самок процентов 60-70. И сколько потомства рождается у вас здесь каждый год? Наши крокодилы откладывают по 30-40 яиц в год. А что это было-то, а? Ну, ты же возмущался, что они слишком тихие. Вот они и показывают тебе, какими могут быть. Страшно? Я испугался, конечно. Если 40 каждый год рождается, куда же их девать? У вас их тут тысяча тогда будет скоро. Их много. Они и так уже дерутся между собой. Поэтому нам приходится забирать яйца и уничтожать их. Вам не кажется, что маловато места для 200 крокодилов в таком маленьком озерце? Конечно. Здесь места достаточно лишь для 20-25 крокодилов. Мы планируем расширить озеро. Несмотря на недостаток места, крокодилам здесь, похоже, живется лучше, чем некоторым людям. Кроме обычной кормежки, здесь рептилиям проводят специальные церемонии. Вот видите, друзья, мы возле алтаря и видим, как тазь большой кладут конфеты, сладости. Цветы готовятся к уникальному ритуалу. Мы будем проводить сильнейший ритуал с нашим самым большим крокодилом, которого зовут Мархват. Ему 128 лет. 128 лет крокодилу. Друзья, ну не зря крокодилы и потомки динозавров. А можно попробовать конфету? Нет, это не тебе. Мне нельзя. Это только для крокодила. Конфеты. Впервые мы увидим крокодила, который ест конфеты, друзья. Это уникальный шанс. Что вы делаете сейчас? Своей волшебной палочкой делаю крокодила безопасным. Его посыпают краской. Краска нужна для людей, как метка. Чтобы прихожане могли отличить главного крокодила от остальных. Сейчас что вы будете делать? Угощать его халвой. А, это халва. Можно попробую? Проверю. Друзья, это потрясающе вкусные восточные сладости. Слушайте, хорошо живет со старым крокодилом. Это фантастика. Он ест конфеты. Он реально ест конфеты. Господи, я просто не верю в то, что происходит. Это как во сне каком-то. Ученые утверждают, что любовь рептилии к сладостям – приобретенный, а не врожденный рефлекс. И появился он благодаря тому, что местные сотни лет кормят крокодилов конфетами, вырабатывая у них привычку. А это что? Масло. Ароматическое масло. Как оказалось, пахучим, чистым и довольным от сладости крокодил должен быть для финальной части ритуала. Дело в том, друзья, что этот крокодил – это символ храма. Поэтому к нему вот такое отношение. Аккуратно положить на нем, да? Вот так вот. Украсили. Это какие-то бусы прямо. А мне-то зачем? Потому что ты любимый гость. Никого прежде я не пускал так близко к этому крокодилу. Но ты особенный. Верю, что ты сможешь показать всему миру, что в Пакистане живут приветливые, дружелюбные люди и священные крокодилы. О, он решил пойти в воду. Ему вдруг захотелось искупаться после ритуала. Вы видите как? Но он уже старенький, его надо придерживать, помогать ему идти. Класс! И во всем этом красивом одеянии с этими декорациями он уходит в воду. Это означает, что все прошло хорошо, и он пошел исполнять желания людей. Поклониться крокодилам в храм регулярно приходят сотни людей. Все они как можно плотнее прижимаются головами к забору, чтобы животным было лучше слышно их молитвы. Ассаламу алейкум! Валюхам! Скажите, пожалуйста, вы пришли к этому месту, в святилище крокодилов. Расскажите, что оно для вас значит? Это святое место. Я приезжал сюда год назад, когда моя жена была серьезно больна. У нее были проблемы с позвоночником. Но после того, как я помолился и взял отсюда целебную воду, она не только выздоровела, но и забеременела. Ее дочка заболела, и она приходила сюда просить для нее исцеления. Как зовут доченьку? Муниба. И как сейчас Муниба себя чувствует? Она сразу пошла на поправку. Это волшебное место. Мы сюда придем, когда у нас будет свадьба. На счастье. А скажите, пожалуйста, а вот крокодилы, что они символизируют? Почему именно крокодилы помогают исполнять желания? Они за нас молятся. Вот мы и молимся на них. Вы сегодня что пришли закатать? Мы пришли исполнить наше общее с женой желание. Мы пришли попросить возможности стать родителями. Первенец у вас должен появиться? Да, первенец. А сколько лет вы уже живете вместе? 18 лет. А вы ходили уже к врачам, обращались в современные клиники, проводили исследования, почему 18 лет нет детей? О да, мы были у врачей. И все они говорят, что мы здоровы. Но ведь не получается. Поэтому мы решили прийти сюда. И как вот первые впечатления? Это очень важно. Чувствуется энергия или нет? Конечно. Это же сакральное место. Оно стало таким благодаря великому святому, который привез сюда крокодилов. И с тех пор все желания людей, которые кормят крокодилов мясом, сбываются. Если животное взяло твое угощение, будь уверен, все исполнится. Вот только мы люди бедные. У нас нет денег на мясо. Поэтому мы надеемся, что крокодилы нам и так помогут. У нас целый пакет. Давайте. У вас такое важное желание, ребенок, что мяса нужно много. И это очень хороший знак. Простите, я впервые за 18 лет плачу. Мы надеемся, что добрые крокодилы исполнят желания Махмада и осли. А мы отправляемся дальше, чтобы увидеть еще одно чудо Пакистана, где деньги в буквальном смысле будут парить в воздухе. А стать богатым можно всего за 30 секунд. Мы в провинции Пинджаб. И сегодня увидим национальную гордость Пакистана. Невероятные гонки, в которых принимают участие только самые быстрые и смелые гонщики. Я бы назвал это пакистанской формулой 1. Но только автомобили в ней участия не принимают. В Пакистане это очень старый, элитный вид развлечения. В день соревнований собираются десятки тысяч зрителей. Деньги в прямом смысле бросают на ветер. А самые богатые жители делают крупные ставки. Ну что, друзья, вот это дом местного шумахера. Алейкум салам. Здравствуйте, Дмитрий. Шизат. Мы слышали, как вас зовут. Вы на самом деле легенда. Если спросить у фанатов, на кого бы они сделали ставку, то все однозначно говорят «Шизат». Поэтому мы вас нашли. Приятно слышать. Проходите, добро пожаловать. Спасибо большое. Я уже вижу бычка. Это беговой бык. Да, это и есть местный аналог гоночного болида. Он разгоняется до 70 км в час. Но в отличие от «Формулы-1», гонщик находится не в болиде, а несется за ним, держась за веревку. А вместо ровной гоночной трассы – грунтовое поле. И главное – педалей тормоза у гонщика нет. Но я слышал, что гонки организовывают олигархи и нанимают наездников, нанимают водителей, в кавычках, быков. Это правда. Многие так ездят, и я так начинал. Но сейчас у меня уже есть свои быки. Ох, какой. Нервничает. Ассалам алейкум. Вот здесь, кстати, друзья, сразу становится очевидно, что этот бычок очень сильно отличается от наших бычков украинских. Потому что, видите, у него есть горбик. Вот у наших быков такого горбика нет. Поэтому ваших быков горбатыми и называют. Да, у нас особая порода. Эти быки самые быстрые и лучше всего подходят для гонок. Это так называемые зебу. Быки и коровы, которые обитают на жарком индийском субконтиненте. Здесь, в провинции Пинджаб, популярна особая порода зебу. Дхани. Очень ловкая и быстрая. Именно таких быков выбирают для экстремального развлечения. Сколько у вас всего бычков? Десять. Покажите, познакомите? Конечно, пойдем. Похоже на африканских буйволов. Вот это гиганты. Эти тоже гоняют? Нет, это же коровы. Господи, простите, я не опознал. Точно вот есть вымя. А коров ради молока, ради мяса выращиваете? Да, для себя. На продажу и быкам даем. А то есть быков кормите корове молоком? Да, мы даем им молоко, яйца, масло, фрукты, зерна. И еще массаж делаем. Массаж? Нет. Вы знаете, сейчас многие, мне кажется, люди скажут, господи, почему я не бычок, который живет в Пакистане? Мы делаем все для того, чтобы они лучше бегали. Пойдем, покажу тебе моего чемпиона. Вот, этот 12 раз побеждал в гонках. Не легнет меня? Нет, все нормально будет. Подходи. Не бойся. Я не уверен, что не легнет. Мощный. Вот, он реально, друзья, как верблюд, посмотрите. С таким горбиком. Видишь следы на коже? Это от массажей. А кто делает массаж? Вы вызываете массажисток каких-то? И в каком стиле массаж? Может быть, тайский массаж делаете? Он самый популярный в мире? Нет, мы сами делаем. Специальный, бычий. Покажите как, давайте сделаем массаж. Повторяй за мной. Вот так. Друзья, чего я только не делал, но массаж я быку еще не делал. И это обязательно. А что дает массаж? Он разгоняет кровь, как, собственно, и нам, людям, и помогает усилить кровообращение, убрать застои и сделать бычка более здоровым и сильным? Да, все верно. И еще, чтобы убрать лишний жир. Это очень азартный спорт с высокими ставками. Поэтому гонщики делают все возможное, чтобы быть первыми. Сколько раз вы были победителем? Сколько раз вы были первым и лучшим? Точное количество уже трудно посчитать. Я профессионально занимаюсь этим спортом уже 14 лет. Каждый год проходит примерно по 200 гонок. И одна самая главная. Для меня примерно 70% из них – это победы. Есть общий рейтинг всех гонщиков, где считают общее количество побед за год. Я занимаю в нем первое место уже 13 лет подряд. С ума сойти, друзья. Представляете, насколько популярный спорт? 200 гонок в год. И одна самая главная, к которой мы готовимся и которую мы с вами обязательно увидим. А в каком возрасте вы впервые оседуали быка? Многие дети начинают учиться гонкам с 5 лет. Но я был занят учебой и смог заняться гонками только в 16 лет. Что не помешало вам стать чемпионом? Да, но этим спортом еще не так просто начать заниматься. Ездовые быки очень дорогие. Дорогие – это сколько? Сколько стоит один бык? Самый дорогой, на котором я ездил, стоил 1 миллион рупий. Около 7 тысяч баксов, друзья. Дорогие. И это далеко не предел. Цена за хорошего молодого гоночного бычка может достигать 20 тысяч долларов. А на тренировки и особую подготовку порой уходит еще 40 тысяч долларов. За такие деньги можно купить новенький автомобиль с мощным мотором. Но богатые пакистанцы, которые любят этот спорт, не задумываясь, отдадут предпочтение хорошему гоночному быку. Вот, переодевайся. Ты должен попробовать. Вы что, думаете, я осилю такое, да? Да, уверен, у тебя получится. То есть, а почему нужно переодеться? Почему нельзя в европейской одежде? Потому что ты в Пакистане. Это Пакистан, здесь свои законы. И видите, здесь нужно даже надевать традиционную одежду на тренировки. Заходи, переодевайся. Шизад оставляет меня переодеваться. И я уже готов увидеть в деле самых необычных пакистанских быков. Ну что, друзья, вот мы с Шизадом, многократным чемпионом и победителем очень многих гонок, переоделись. И сегодня проходит одна из самых важных тренировок перед соревнованиями, которые бывают только раз в году. И у нас с вами огромная честь поучаствовать и понаблюдать, как готовятся супер-чемпионы. Формула-1 по-пакистански. Это круче, чем Формула-1. Вот, это тоже нужно обязательно одеть на тренировку. Это типа шлем, да? Или как? Или просто для красоты? Это чтобы защитить голову. Друзья, это пакистанские правила безопасности. А что, если с тряпкой упадешь, не будет травмы, да? Аллах тебя защитит. Здесь все говорят, что на все воля Аллаха. Не знаю, как защита, но мне кажется, это очень красиво. Да? Для того, чтобы разогнать гоночного быка до рабочих скоростей, обычного двора не хватит. Нужно что-то наподобие грунтовой взлетно-посадочной полосы. Здесь для этого используют поле за городом, которое предварительно выравнивают. Едем на место тренировок. А как часто вы тренируетесь? Почти каждый день. И, собственно, это и есть твой бизнес, можно сказать? То есть ты зарабатываешь деньги на жизнь гонками? Да. Это моя страсть и мое дело одновременно. Ну вот в самые удачные годы или месяцы сколько удавалось заработать? Гонка длится всего 30 секунд. А за эти 30 секунд я могу заработать от 10 до 100 тысяч рупий. Плюс часто победителям дают не деньги, а ценные призы. Например, я уже выиграл 7 машин, 5 тракторов и больше сотни коров. Я в шоке. А максимальный денежный приз какой у тебя был? 700 тысяч рупий. Тысяча долларов приз. Это нормальное явление. А он выигрывал до 5 тысяч долларов за 30 секунд. За одну гонку. И вот этот рынок тоже мой. Я купил здесь 11 магазинов и сдаю их в аренду. То есть это ты заработал на скачках и купил рынок себе? Да. Ничего себе. Так ты миллионер, да? Да, спасибо Аллаху. Твое состояние. Как ты его оцениваешь приблизительно? Если это не секрет, конечно. Всего где-то 5 миллионов рупий. Два из них недвижимостью. Где-то 400 тысяч долларов активы, что для этих мест, для провинции, для небольшого поселка на окраине столицы, вы видите, где мы едем? Это огромные деньжища. Мы подъехали к гоночному треку. А пока выводят быков, я сразу наткнулся на обязательный элемент важной тренировки. Музыку. Барабанщики создают задорное настроение и для быков, и для гонщиков. Вот, теперь я понял. Салам алейкум. Вот так здесь проходят тренировки. Потому что это действительно национальный вид спорта. Здравствуйте. Салам алейкум. Мужики, спасибо. Класс. Друзья, я уже вижу самый главный атрибут. Расскажи, что это? Это надевается на быков. Аксессуар, который помогает соединить воедино двух быков, чтобы они бежали в паре. Это такое шило. Где-то сантиметр длиной. Вот, им подгоняют бычка. О, друзья, а вот я вижу самое-самое интересное. Наконец-таки. Не поверите, что это. Та самая платформа, на которой стоит гонщик. Представляете, нужно балансировать, стоя на вот такой маленькой штуке. Она покрыта бархатной, цветной, красивой тканью. Снизу жестянка, чтобы скользила по почве. Мягкая достаточно. Ну что, я наблюдаю за твоей тренировкой. Если ты мне позволишь, я присоединюсь, тоже потренируюсь. О, вот это наш человек. Собираются участники завтрашнего грандиозного мероприятия, чтобы провести финальную, самую главную тренировку. Вот, пожалуйста, Шизат тоже надевает шлем, а значит, готовится к выходу. Я смотрю, ты стал более сосредоточенным. До главной гонки осталось мало времени. Нужно готовиться. Все в предвкушении тренировки суперчемпиона. Видите, не просто даже запрячь этих бычков. Сопротивляются. Каждый из них весит 350-400 килограммов. Разгоняется легко до 70 километров в час. Для того, чтобы понять, насколько это рискованно, насколько это экстремально, попробуйте себе представить, что вы привязали веревку к автомобилю. И вот вы едете на такой скорости, и тут вдруг приходится резко выпрыгнуть из автомобиля. По инерции вы продолжите двигаться вперед с той же скоростью, 70 километров в час. И дальше все зависит только от физической подготовки и сноровки. Что самое интересное, он делает это босиком. Малейшая ошибка – это травма, растяжение, перелом. Это очень опасно. Сейчас Шизад остановится. Я включаю запись. Я хочу поймать. Вот. И… Огромная мощь буквально срывается с цепи. За считанные секунды быки набирают огромную скорость и несутся через все поле. Для меня остается загадкой – как у Шизада при этом получается держаться на ногах. Но он направляет быков точно к месту финиша. И самое главное – успешно приземляется с доски на полном ходу. Если честно, все произошло настолько быстро, что я даже нормально не снял. Получилось какая-то вот такое. Он как пуля. Пул! Сказать, что я впечатлен, ты даже не сказать ничего. Ты пуля, ты ракета, ты ядерная боеголовка Пакистана. Ты улетаешь так, что никто не замечает. В чем секрет? Почему ты стал лучшим? Это все благодаря моей маме. Она пять раз в день молится. И в каждой молитве просит Аллаха, чтобы он помог мне на гонке. Все свои победы я посвящаю ей. Спасибо за такие правильные слова, потому что мама действительно самый дорогой человек. И дай Бог, чтобы как можно больше молодых людей рассуждали именно так. Спасибо. А тем временем солнце уже заходит за горизонт. Значит, скоро и мне придется испытать себя в этом опасном виде спорта. Предсказать, как пройдет заезд, невозможно. Если быки будут слишком нервными и буйными, даже опытный гонщик не всегда сможет устоять на доске. Не говоря уже о новичке вроде меня. А неудачное падение на такой скорости это практически гарантированные травмы. Запоминай. Стоять нужно вот так. Левой рукой крепко держи веревку. А правой подгоняй быка и направляй его в нужную сторону. Если начнешь падать, старайся упасть вот так. В конце нужно спрыгнуть и обязательно побежать вперед. Ты очень оптимистичен. Мне еще доехать до конца надо. И... Опа! Да? Отлично! Готовьте быков. Быки, похоже, от нового наездника не в восторге. И решили показать свой характер. Осторожно! Не подходи сейчас близко к быкам. Вот видите, уже очевидно, что легко не будет. Они такие агрессивные. Их удерживает... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек удерживает. Ну что, друзья, честно говоря, вот шутки уже закончились. Я надеваю камеру. Быки слишком нервничают. Для первого раза это может быть опасно. Можешь поехать только сидя. По-другому не разрешу. Давайте, первый раз попробую проехать вот так, потому что реально можно, говорят, травмироваться. Никаких страховок и подушек безопасности. Только металлическое блюдце, подушка и веревка. На этом нехитром приспособлении мыки могут разогнать меня до скорости автомобиля. Вот только выйти из него придется на ходу. Ну, друзья! Это ядерный взрыв. Они просто вырвались из-под меня. Хорошо, что я не встал на ноги. Я не знаю, как они держатся. Такой рывок, что просто меня эти узлы с веревкой вырвали из рук. Что это? Терминатор! Как ты удерживаешь их? Теперь понимаешь, почему этот спорт совсем не простой. Вот так вот, друзья. Спорт настоящих мужчин. Завтра мы с вами увидим просто фантастическое зрелище. Когда сотни таких мужчин соберутся, сотни быков, десятки тысяч зрителей. И это будет грандиозное мероприятие, которое проходит только раз в году. Главная бычья гонка проходит в конце осени, когда фермеры уже закончили собирать урожай. Сегодня, конечно, дорогих гоночных быков не используют для работы в поле. Но дань традиции осталась. Все уважаемые владельцы быков привозят свои лучшие рогатые болиды на огромную трассу и доверяют их самым опытным гонщикам. Мы слышим, что уже салют начинается. Это значит, вот-вот начинаются состязания. Ух ты! Видно, что моща чувствуется сразу. Здесь уже больше 10 тысяч зрителей. Посмотрите, гигантское поле, бесконечная парковка, очень много людей. Вход на гонки абсолютно бесплатный. На огромном поле нет скамеек для зрителей. Поэтому люди приезжают на собственных импровизированных трибунов. А кому на автомобилях не хватило мест, выстраиваются вокруг трассы. Здесь такой кипиш, просто невероятный. Друзья, это настоящий праздник для этих людей. Но и гормоны радости, просто пружьи людей. И поверьте, здесь сухой закон, здесь никто не пьет. Все счастливы просто от того, что сегодня действительно особенный день. Раз в году такое бывает. Поэтому люди танцуют, веселятся. Ни грамма алкоголя, он запрещен, он не продается. Зрители ликуют, а первые участники уже готовятся к супергонке. Здесь главное не попасть под копыта, потому что мы видели, как ведут себя бычки. Вот такая махина весит где-то 300-400 килограммов. Моща у нее, поверьте, там не одна лошадиная сила, там одна бычья сила. А когда бычьих силы две, это вообще огонь. Чтобы управлять всей этой мощью, есть только один, очень нехитрый метод. Вот, друзья, вот такая дубина с черным флагом и острая шила такая, большая, больше сантиметра чуть-чуть. Впивается, это ж больно, да? Ну а как же, они без боли будут бежать. То есть только через боль животное бежит? Да, такая традиция. А нельзя плеткой просто бить? Нет, бык ее просто не почувствует. Морожки, вы такие счастливые, улыбчивые, любите соревнования, тебе нравится? Да, это гордость Пакистана. И вот главная гонка года начинается. Участники уже готовы к заезду. Вот, друзья, линия старта. Они пытаются удержать животное. Здесь 60 тысяч зрителей и больше двух сотен участников. На линии старта работает целая команда ассистентов. Должен сказать, что поставить рогатую махину на нужную точку куда сложнее, чем припарковать гоночный болид. Здесь работка такая не детская. Нужно обходить их аккуратно, чтобы они не ударили. Надо держать прежде всего. И правильно повернуть, чтобы они не убежали раньше времени. Вот, пожалуйста, их запрягают. Надо держать очень крепко. Очень крепко. Держи крепко, не отпускай. Ого! Чтобы поправить быка, нужно его подтолкнуть, поставить ровно. Все готово. В принципе, сейчас остается только гонщику встать, крепко взяться и попытаться не упасть, устоять. Дальше уже все зависит, в принципе, не только от человека, а от того, как тренировали быков, как они провели последние дни перед соревнованиями, как их кормили, как за ними ухаживали. Все это в совокупности дает результат. Ну и еще немаловажный психологический фактор. То есть, если кто-то животное напугал, оно будет вести себя совершенно по-другому. Поэтому нас стараются прогнать все время. Но здесь такой шум гам, что животные запуганы все и поэтому бегут еще быстрее. Ну что, наблюдаем. Как пуля выстрелил просто! Так, это нет его. В заездах участвуют не группами или парами, а по одному наезднику за раз. Время каждого участника фиксируют и в конце сравнивают. Кто проехал трассу быстрее всех, тот и чемпион. Участники стартуют один за одним. Это конвейер. О, вот так вот. Смотрите, пошел ага-га. Сейчас очередь стартовать нашему вчерашнему знакомому Шизаду. Его быки сегодня заметно нервничают, а сам Шизад очень напряжен. Чтобы случайно не разозлить животных нашей камерой, мы не стали подходить близко. После нескольких неудачных попыток укротить строптивых пакистанских болидов, Шизад решает заменить животных. И вот он готов к старту. Сейчас самое главное для Шизада продержаться 500 метров и не упасть с металлической площадки. Скорость поражает. И напомню, единственное средство защиты этих гонщиков это ткань, намотанная на голову в виде тюрбана. Тормоза здесь не предусмотрены. И самое сложное это удачно сойти с несущегося со скоростью около 70 км в час БК. Заезд Шизада прошел успешно. Теперь осталось только ждать результатов и наблюдать за конкурентами. Вау, раз! И полетел просто. И его унесло в толпу. Побежали! Вот видите, часто происходит такое. Он просто врезался в толпу. К счастью, зрители здесь тоже опытные и знают, что на этом мероприятии лучше не зевать и быть готовым в любой момент разбегаться в стороны. В отличие от Формулы-1, здесь зритель рискует и получает не меньше адреналина, чем гонщики. Страшно смотреть на то, как они приближаются. Сумасшедшая скорость. Будем надеяться, что в нас не впилятся. Если что, Саня убегает. Вот, смотрите, приближаются. Ого! О-о-о! И в толпу! Люди разбежались. Вот так вот. И вот бежит гонщик, догоняет свою Феррари. Здесь это обычное дело. Ведь в конце заезда гонщик просто спрыгивает со своего болида. Быки несутся, уже потерявшие контроль и управление, и специальные сотрудники останавливают их, чтобы они не попали в толпу. Вот видите, как происходит это все? Специально для этого есть люди, которые ловят быков. Потому что они, когда уже гонка заканчивается, становятся неконтролируемыми. Бывали сильные травмы очень среди зрителей, когда быки врезались просто. Вы видели, как они слетели с трассы? Как все прятались? Вот такое бывает нередко. Смотри, какая сила и мощь, фантастика просто. Не верится. Ну, то, что творят эти мужики, это фантастика. Объяснению не поддается. Вы видите, он стоит на маленькой платформе, дощечки такой. И это, можно сказать, быкосерфинг. Гоночный фестиваль в самом разгаре. Каждый занят своим. Одни с азартом болеют за своих фаворитов. Другие готовят быков к заезду. А третий просто веселятся. Это настоящий праздник жизни. Просто масштабы невероятные. Это несколько футбольных полей. Но самое интересное, что все это организовывается не государством. За эти гонки платят местные олигархи. Почему я сравнивал это с Формулой 1? Дело в том, что здесь гонщики не пользуются своим личным транспортом, своими личными быками. Есть хозяин, олигарх, у которого много породистых, натренированных, выкормленных, специально подготовленных, очень мощных бычков. И он нанимает для себя уже гонщиков, водителей этих быков, в кавычках, скажем так. И эти ребята выступают и становятся чемпионами. Ну а богатые пакистанцы таким образом развлекаются. И мы сейчас попробуем найти самого главного олигарха на этих гонках, который собственно и владеет большинством бычков. Очень яркая гонка, но только невероятная жара. И целый день мы пробыли при температуре где-то 33-34 градуса. Хорошо, что у меня с собой есть вот такая очень удобная бутылка. Еще утром я заливал сюда холодную воду. Целый день был на жаре. Проверим какая вода сейчас. Класс! Сконструировано так, что температура воды сохраняется целый день. Очень удобно для путешественников. Выпью еще. А вот едет машина сигналит. Что происходит, казалось бы? Это едет президент фестиваля, а впереди мужики с палками, которые вот так о-о-о! И он на самом деле сейчас едет на машине и формирует круг. Просто люди норовят подойти ближе, 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 а это опасно. Поэтому машина едет, разгоняют людей палками и выравнивают круг. Тот мужчина, который ехал в кузове джипа под зонтиком, это и есть главный организатор. Сейчас попробуем подойти познакомиться, потому что это мега уважаемый человек здравствуйте мое почтение меня зовут дмитрий я приехал из украины программа мир на изнанку можно вас побеспокоить немножко отвлечь да можно только недолго давайте познакомимся вас как зовут мама адриас хан мама адриас хана вас бальра бальра гулам свина а скажите вы президент этого фестиваля да да а это мой брат и представитель сколько лет вы уже занимаетесь организации этой гонке почти 30 лет это древняя традиция провинции пенджаб здесь издревле живут земледельцы и они основали этот спорт моя семья занимается этим не одно поколение сколько нужно денег сколько здесь участников и зрителей вот мы не берем денег с простых людей каждый может прийти посмотреть на гонки бесплатно все затраты берут на себя обеспеченные люди которые любят этот спорт это все для наших молодых людей мы передаем знания новым поколением и пока будет жить наша земля будет и этот спорт спасибо большое удачи вам все быки пробежали дистанцию в этом году к счастью гонки прошли без единой травмы и все гонщики пересекли финишную черту в целости и сохранности дальше самое главное судьи сравнивают время каждого заезда и определяют победителя пришло время церемонии награждения сейчас будет большая раздача призов и мы узнаем наш герой победил или нет какое место он занял шизат достаточно обеспеченный человек поэтому ему важен не столько денежный приз сколько репутация чемпиона проигрыш значит конец многолетней серии побед этого шизат старается не допустить первое место сейчас объявляют и я в предвкушении первое место занял камран шизат друзья наш герой победил очередная заслуженная победа опытного гонщика и чемпиона но независимо от того кто какое место занял празднуют все учитывая что это праздник элитный отмечают здесь тоже по богатому вот друзья ритуал которого не увидишь больше нигде после объявления победителя воздух бросают деньги и все пытаются их поймать вот смотрите в воздухе парят банкноты только в пакистане друзья людям раздают деньги разбрасывают воздух я такого еще не видел этой уникальной традиции уже много лет те кто занял призовые места делятся своей победой со зрителями и главное место на денежном грузовике конечно же занимает шизат он золотой чемпион и его пачки банкнот самые толстые людям раздают деньги пачками это конечно невероятно экспрессивно это магия пакистана друзья только когда праздничный хаос успокоился и люди начали расходиться по домам мы смогли найти нашего друга чемпиона поздравляю шизат поздравляю это было круто можно вас называть шумахером теперь пакистанским можно я очень рад что аллах подарил мне эту победу на что потратишь заработанные деньги на семью конечно спасибо удачи настоящий герой отправляется к себе домой скорость любят во всех уголках планеты формула-1 дакар стрит и драг рейсинг десятки видов ралли и гонок включая скачки на лошадях популярны во всем мире а вот в пакистане самыми модными остаются экстремальные гонки на быках для местных гонщиков это не просто спорт а стиль жизни ради которого они готовы каждый день рисковать а богатейшие люди региона с азартом вкладывают баснословные деньги не в элитные спорткары а породистых гоночных бычков смотрите в следующей программе мы отправляемся в невероятную горную экспедицию чтобы открыть все тайные легенды этих мест самая мистическая экспедиция мира наизнанку именно эти места связывают мистической страной джангрила которая хранит древние тайны человечества месту рождения высочайших гор нашей планеты меня под ногами находится место где столкнулись тектонические плиты где сверхъестественные явления и древние тайны управляют жизнями людей здесь сплошная мистика я заходил и подумать не мог что нахожусь в обители феи а сильнейшие шаманы предсказывают будущее вы видите все я потерял сознание где всего 50 лет назад правили жестокие короли та самая колонна в которой замурован человек и реки полные золото какая-то уникальная земля все побережье золотое авторейшины хранят секреты вечной молодости это черный камень он очень редкий он помогает от всех болезней одни из самых фантастических мест на планете земля и бесспорно самые красивые горные места в пакистане готовий до подорожей suzuki джимни це пригоди та безумовна свобода руху відкривай світ разом із джимни я я это я я я я Продолжение следует...